Йоу, всем привет, с вами Стэн Лютер, добро пожаловать в новую серию Пути к Бугате, друзья, кто не знает, это серия, в которой я занимаюсь перекупом и иду к своей цели Бугате Верон за, ой, Широн за 50 миллионов рублей. Сегодня в серии я буду продавать вот этот гелик 4х4 Брабус, который в прошлой серии очень интересным способом купил за 6 миллионов рублей, это достаточно-таки дешево для него, я так понимаю, но то, каким образом он мне достался, вам лучше не знать. Я хочу вам напомнить, вы просто сравните вот этот гелик, допустим, с этим X5, какая большая разница, но, несмотря ни на что, мне надо как можно быстрее сейчас от него избавляться, потому что на носу есть 3 очень интересных автомобиля, и чтобы у меня были свободные слоты, свободные деньги, мне надо продать его, поэтому мы поставим стоимость 10 миллионов рублей, ну а там как пойдет. И, кстати, посмотрите, вот сейчас ночью все равно есть достаточно-таки немало машин на Бу-рынке. Да, у вас 10 миллионов. Сколько к крайне? Предлагайте, пацаны. Есть торг, тонировка, гидравлика, диски, оффроуд. Но при том у нас, смотрите, пробег 17 тысяч, это снизит цену. Можно потратить? На-на, смотри. Целочка? Ну типа. Вы посмотрите, Луи, это у нас перекуп, я его даже уже помню по имени, он отошел, чтобы забрать Ламборгини, но никто ему не доза эти деньги. Гобмина, Рэнж Ровер и доплата 3кк. Не-не, пацаны, Рэнж Ровер нам не нужен, потому что сейчас сложно будет продать на Бу-рынке Рэнж Ровер. Го, 7,5. Тимофей, какие 7,5? Да ты завебал. Я и так продаю за 8, они там не за 9,5. Стас, дом в Армейке продаешь? Да, у меня и нету там дома, с чего он взял? Если что, я за 7,5 заберу. Я за 7,5 и не продам. Он за 9 не уйдет. Я за 9 не продаю. 7,7? Ну вот как-то я бы и готов был дать за 7,7. Ну не знаю, давайте попробуем все-таки поспорить. Я пишу 8 край. Может он еще добавит? Давай, Тимофей, не тупи, добавляй, добавляй деньжат. Ну 8 многовато. Ну ты бы был на Бу-рынке 24 часа каждый день. Понял бы, что это дорого. 7,7. Нет времени стоять, забирай. Ладно, пацаны, отдаем ему за 7,7,7,7,7. Потому что мы в любом случае в плюсе на 1 миллион 700 тысяч. Это достаточно-таки много за эту машину. Точнее, не достаточно много за эту машину. Это достаточно большая прибыль при продаже данного автомобиля. Поэтому хорошо. Все. Спасибо. И тебе спасибо за то, что без нервотрепки. Все остальное. Все. С геликом разобрались. Я очень рад. Я, как всегда, вам говорю одно и то же. Что я сейчас сяду на мопед и буду ехать на мопеде. Но я думаю, что надо с этим покончить. Поискай какой-нибудь автомобиль. Самый банальный можно взять даже Мерседес. Вот этот. И на нем уже передвигаться. Поэтому давайте мы сейчас походим и посмотрим, что у нас здесь есть. Почем? Стас. О, это тот Тимофей, который у меня купил. Нужна Ешка ФАТ? Нужна, но ты ее продаешь. Смотри, за сколько денег. Мне нужна самая дешевая. Я уверен, что он сейчас вот купил мой Гелендваген и будет его перепродавать дороже. Ну, показывать по тестере, тысячи бега, все дела. Но все равно не то. Нет, Тимофей. Мне надо дешево тачку. Ты мне ее дешево не сможешь отдать. Ну, я не особо дорого отдам. Ну, я еще похожу, но, блин. Два ляма за Яшку я понимаю, даже без гидры. Вот есть такая безыменная Audi R7, которых очень много на БУ-рынке. Они вообще никем не ценятся почему-то. Можно ее взять, потому что она достаточно дешево стоит. Но Audi R7 какая-то, ну, не знаю. Ну, не то. Знаете что? Давайте еще посмотрим. Если ничего не найду, то заберу ее. Потому что она как обычная машина, как жоповозка, отлично подойдет. Ну, Ягуар на жоповозку, конечно, не похож. И он, как бы, дороговато стоит. У нас все равно деньги все должны быть в обороте. И на автомобиль выделять максимально маленькую сумму денег. Поэтому это не наш вариант. Ну, Bentley тем более. Вот видите, Тимофей уже поставил стоимость 10 миллионов и продает. Не-не-не-не, пацаны. Все автомобили очень дорогие. Дорого, 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 пацаны. Ничего не... Опа! С-класс! Понизу рынка, а? ПТС, ПТС. Вот С-класс будет веселее, чем Audi R7. Го стоимость 3 миллиона 200 тысяч 69 бега. Бенджамин, что курил, когда его выставил на продажу за лям 600? Спам целый, а на ФТ предлагает свою цену. Я помню, как их по 700-800 тысяч продавали. Какой лям 600? Вот просто взорванная с класс я бы взял. Ну, не за такие-то деньги. Давайте 700 тысяч ему предложим. Ха-ха-ха-ха, нет. 1,1 челла берет. 1,1 берет? Так, подожди. Если 750 это сток, ты говоришь? Я могу взять стоп и поставить на него сам ФТ, и это будет даже дешевле. Смысл мне 100 тысяч переплачивать, понимаешь? Заткни! Ха-ха-ха! Этот борода, ты решил уже меня защищать. Ты свое ФТ за 350 с наценкой предлагаешь. Ладно, идем дальше, пацаны. Вот-вот-вот, вот это надо посмотреть. ПТС. Стэн? Нет, это не я. Го стоимость 5 миллионов рублей 300 тысяч. А машина стоит лям 800. При том, что еще есть торт, я так понимаю. Ну что ж, Кирюша, Кирюха, а у меня вот такой вот вопрос. Вот как на стоковый ауди, ну кроме дисков, может быть утиль 1,6. В общем, у него сколько ляма 3, да? По факту. Ну диски, что диски? Они там 1050 стоят. Там 60% или 70% отнимается с утиля. У тебя по факту не может быть так много. Это очень большой утиль. Кирюха, а какой самый край? Если прямо сейчас заберу. Лям 750. 1,7 максимум могу дать. Согласиться или нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я думаю, он кинет. Блин, это утиль. Чел 1,715 давал. Ну давай кидай мне тогда за эти деньги. Кидай ему. Не, чуваки. Я вот по своей перекупской чуйке не буду брать этот автомобиль. Все-таки слишком много он за него хочет. Единственное, вот Ешку я бы действительно задумался бы взять. Потому что, ну, я не продам точно эту машину дороже, вот как тот парень. Поэтому мне этого не надо, и он еще и скинуть не хотел. ПТС Ешки. Вот есть одна за 2 миллиона 100 тысяч, и еще более-менее. Можно, если сторгануть до 2, можно брать. Но и то как-то непонятно пока. По ПТС у нас все хорошо, потому что и пробег нормальный, и изнуса нет. Стоковая? Да. Какой край? А вот и Кирюха подошел. 1,730. Не-не, пацаны, я уже ауди возьму. Все-таки Кирюха сломался, сломался. Я увидел, что я ушел. Мне все равно на его цену. И сейчас мне отдаст, как мы с ними договаривались. Все, пацаны, покупаем за 1 миллион 715 тысяч рублей. Готово. Забираем машину и побыстрее отсюда уезжаем. Подъезжаем к ферме в Батарево, к ее владельцу. Вот он, вот он стоит. Ну здравствуйте. Здравствуй? Рад видеть. Ну что, могу пройти посмотреть? Проходи. Вот они, вы только посмотрите. Я увидел, что ты покупал Бентли у старика. Меня это очень тронуло. Пришло и мое время расставаться со своими ласточками. Я их выбил на контейнерах и ждал летнего сезона. Но жизнь ставит свои коррективы. И мне придется бросить игру из-за обстоятельств в личной жизни. Я не хочу, чтобы эти машины пропали без вести. Пусть они будут радовать новых ценителей. Антон, спасибо, что ты принял мое предложение купить эти машины. И я тебе обещаю, что будущие владельцы этих автомобилей будут очень рады. И я думаю, что они еще долго будут существовать. Давай посмотрим, что по ПТС. Потому что я очень заряжен. Машины очень классные. Друзья, вы только посмотрите. Помните, пару серий назад у нас было BMW M8. Тут у нас BMW M1. И эта машина намного реже, чем M8. И, собственно, дороже. Вы посмотрите, у нас густоимость 22 миллиона рублей. Ее можно купить в автосалоне высокого класса. Но в любом случае их покупают крайне мало. Этих машин обоу-рынке практически вообще никогда нет. И поэтому купить ее это очень большое счастье на самом деле. Притом, вы посмотрите, у нас всего 17 километров бега. Она новейшая. У меня такое ощущение, что он просто с автосалона доехал до своей фермы. Здесь ее поставил и вообще не трогал. Ждал лета. И вот мы сюда приехали и второй раз ее вообще заведем. То же самое Honda. Вы посмотрите, она тоже продается в автосалоне. Но в любом случае их очень мало покупают, очень мало продают. Это у нас двухместный кабриолет. Особенно зимой ты кабриолеты вообще не встретишь. А сейчас зима окончается и ожидаж на эти тачки вырастет. Вы посмотрите, гостоимость 1 миллион 600 тысяч и 10 километров пробега. Это даже меньше, это даже меньше, чем на BMW M1. То есть сделаем выводы, что BMW M1 больше проезжала, чем от автосалона до сюда. Но в любом случае это все равно мало, это очень мало. И BMW E30, 32 километра пробега, 490 тысяч рублей. Вот этот автомобиль, он уже встречается на БО рынке. Это не редкость. Но в любом случае это еще один кабриолет. Это тоже очень интересная машина. Кстати, она такая забагованная. Я не знаю, как это исправить. Но в любом случае она полупрозрачная. Некоторые игроки не шарят и думают, что это эксклюзив. И им впаривают эту машину вдвое дорого. Так, подождите, я ошибся. Это не с автосалона, это еще с контейнеров. Я как смотрю, как эти машины ловят с контейнеров, у меня у самого есть желание туда поехать в следующей серии. Но есть очень большие риски проиграть все деньги. И поэтому, друзья, напишите в комментах, стоит ли мне туда ехать. Потому что такие тачки выцепить я лично был бы вообще не против. И я бы сразу напрямую их покупал и зарабатывал бы еще больше. Но в то же время намного больше риски. Ты сказал, что заберешься сразу, верно? Да, да. Мы прямо сейчас с тобой договариваемся о цене. Я забираю все три и уезжаю. Хорошо. Я, как и говорил, продаю их за 11,5 миллионов. 10 можешь не предлагать. Ко мне уже приезжало два перекупа. И предлагали такие цены. Я их послал куда подальше. Надеюсь, ты не такой. Хорошо, Антон. Дай мне одну минуту поразмыслить над этой суммой. Потому что ты, в принципе, мне ее сказал сразу. Но я ПТС в глаза не видел. Сейчас посмотрел, и мне надо подумать. Ну, друзья, с самого начала я вам хочу сказать, что вот с этой BMW и с этой Honda мы практически ничего не заработаем. Это очень маленькие суммы, которые нас не интересуют. Вся суть вот в этой BMW. Потому что, в принципе, за 11,5, я думаю, она легко может уйти. Условно, допустим. Да? Потому что она очень редкая. Все дела. Получается так, что за 11,5 можно ее продать. Но мы хотим еще и денег заработать с нее. И поэтому, я даже не знаю. Есть вероятность, что мы сможем ее продать и за 15, и за 16, и за 20 миллионов, может быть. Потому что я вам еще раз говорю. Как продастся, так продастся. Правда, чтобы продать за очень дорого, возможно, придется стоять очень долго. Я не знаю, насколько мне повезет с ней. Посмотрим, друзья. В любом случае, давайте так. С BMW, допустим, я заработаю. Допустим, с BMW я заработаю 200 тысяч. С Honda 200 тысяч. Там 300 тысяч. И то это с натяжкой полмиллиона рублей. И получается, у нас будет 11 миллионов рублей. Я эту машину должен буду продать более чем за 11 миллионов рублей. Получится ли у меня это сделать? Возможно. Я думаю, что более да, чем нет. Но если есть такая возможность, надо лучше сторговаться. Потому что это очень красиво, очень классно. Но когда я зарабатывал чуть больше денег, хотелось бы не только 1 миллион рублей заработать за день. Хотелось бы чуть-чуть побольше, как я уже и объяснил. Антон, я подумал. Давай за 10 с половиной. Тебя послать или сам пойдешь? Ладно, ладно. Извини. Дорота у тебя в любом случае есть? Есть. 11 миллионов. Это минимум. Хорошо. Давай 11 миллионов. Я у тебя заберу за эту сумму. Я согласен. Хорошо. Меня устраивает. Тогда поехали оформлять сделку. Давай, поехали. Давай тогда смотри, как поступим. Начнем с BMW M1. Ты мне ее кинь за 11 миллионов, а остальные машины по 4 тысячи рублей. Продано за 11. 3 тысячи рублей. Хонда забрано. BMW куплено. Ну что, друзья, еще раз привет. Наступил день номер 2. Вчера ночью я эти автомобили купил, и сейчас настало время их продавать. Поэтому, друзья, я сейчас рассчитываю на очень быстрые продажи, потому что я сейчас снимаю где-то в 12 часов дня. 400 онлайна. Люди есть, но ассортимента на авторынке особо нет. Поэтому мы сейчас начнем с среднего класса, с самой дешевой тачки, с BMW E30. И посмотрим, как сейчас вообще ведет себя рынок. Кстати, друзья, хочу вам напомнить, что после этого видео выйдет видео про мою квартиру. Где я покажу, как я живу, где я живу, на какой машине я езжу по Москве. Короче, друзья, я думаю, вам будет интересно. Следите за новостями канала, там все будет. Ну а пока мы заезжаем, и давайте посмотрим, почему эту машину вообще можно продать. Так как здесь уже 36 километров пробега, но это в любом случае мало. 490 тысяч госстоимость. Я думаю, эту машину можно будет продать. Поставим цену 320 тысяч, а там уже как пойдет. 300, 320, да, 320. Смотрите, сколько людей. Почему-то все спят, но в любом случае машин мало. Уже некоторые люди спрашивают ПТС. Тест-драйв, край. Сейчас, давайте дадим ему тест-драйв немножко. Тут, короче, она с автосалона. Она новенькая-новенькая, всего 34 километра пробега. Это как два раза в Батрево съездить. Как край, говори. Ну, край 320 и небольшой торг. Ну, людей машина заинтересовала. Ты угораешь, какие 150? А едет как? Ну, это же Бэхо, она едет нормально. Ну, как нормально, шустро, как Бэхо. Побыстрее будет, чем какой-то Opel и туда-сюда. Жесть, она офигенная. Не, пацаны, шо вы за дичьи цены говорите? За такие цены, что вы говорите, их сутеля, когда привозят, вот за те цены их продают, что вы предлагаете. А это новое. Все-таки вот люди хотят, их она заинтересовала, но они не совсем знают. Все, еще один уехал, ждем. Тому парню очень машина понравилась, но, судя по всему, у него нет денег на нее или что? Он просто ушел. О, посмотрите, Сергей вернулся. Интересно, что скажет. Край, 320 торг, сколько раз говорить? 290. 310 и по рукам. Вот сейчас он ее заверет, 100%. 300. А что еще? Это перекупка, которая на длительстве, я могу дороже продать. Ну, понятное дело. Давайте, кидаем ему за 305 тысяч. Я думаю, эта стоимость меня полностью устроит. Все, все, спасибо. Удачи тебе, Сергей. Классная тачка, классная цена. Короче, пацаны, начало дня уже хорошее. Мне уже это нравится, потому что BMW действительно ушло по хорошей цене. Я не могу сказать, что это оверпрайс, и не могу сказать, что это недоплата. Это как раз таки вот та самая стоимость, по которой я хотел ее продать, по которой мне было не жалко. А то, знаете, когда ты продаешь машину, явно действительно дороже рынка, оно как-то и на душе не очень хорошо, потому что ты понимаешь, с одной стороны, да, ты с человеком договорился, он захотел сам за эту стоимость купить. Вроде бы круто. Но, с другой стороны, он потом ее не продаст за эти деньги, он продаст ее себе в убыток. Это как бы его вина, понимаете? И, ну, в принципе, не то, чтобы вина. Это его выбор. Но, в любом случае, ты такой как-то, ну, ну да, ну, типа, я не знаю. Короче, вы меня поняли. Давайте тогда поедем с этой Хондой. Там таких я вообще практически не видел. Вот мне будет интересно, почем ее можно будет продать. Так как она редкая. Смотрите, обычно как тачки продают. Бо стоимость для М600. Ну, значит, делим на два. За 800 надо брать, да? И продавать за 800. Но, так как она редкая, можно поставить лям 200, лям 300 и посмотреть на реакцию людей. Давай, давай, давай. О, как хорошо мы зашли. Как хорошо мы зашли. Есть. Мне машина очень классная. Давайте зайдем со стоимостью 1 миллион 250 тысяч и посмотрим на реакцию, как я уже и сказал. Ну, с этой машиной уже что-то не так. Потому что людей очень много, но ни один, ни один не подошел и не спросил у меня ПТС. Хотя вот, походу кто-то подходит, но в любом случае, как такого ажиотажа, которого я ожидал, нету. Вот ПТС Виталию покажу. Край, сколько? 1 миллион 250 тысяч торг. Я вот сейчас для себя принял тактику, что вот всегда так говорить. Максималка какая? Не замерял, но шустрая, шустрая. Дашь тест? Да, конечно, да. Вот вернулся, Виталий. Для дрифта топ. Ага, да, согласен. И все, убежал. Ему плевать. ПТС. 1 миллион 250 торг. Ля. Кидай, пофиг. За лям 250? Кидаем. А ну-ка. Это что, чел у меня... Взял? Вы посмотрите, взял за 1 миллион 250. Я не верю, как такое возможно? Жесть, чуваки. Ну это бажор какой-то. Если я не ошибаюсь, этот скин дорого стоит. Или нет? Могу ошибаться, да. У меня аж слов нет, что сказать. Потому что я очень рад, что... Я думал, что я с этой тачкой встрянул. А тот чел пришел. И сразу же взял. Вот без лишних слов. Так ему эта машина понравилась, наверное. Я не знаю. Ладно, тогда у нас осталось самое интересное. BMW M1. Я подъехал к БУ рынку. А это означает, что сейчас надо определять, почем продавать это чудо. Честно, я, наверное, в сотый раз так буду говорить, как обычно в своих сериях. Я бы эту машину никуда не продавал. Да и на самом деле, на основе у меня точно такая же есть. В моей коллекции до сих пор ее не продал. Ну, давайте попробуем поэкспериментировать. Так же самое, как и с той Хонде. Потому что здесь у нас гостоимость 22 миллиона рублей. По логике ее надо продавать за 11. Но так как это очень редкая машина, можно попробовать ее продавать, допустим, за 17 миллионов рублей. 18. Поэтому давайте сделаем так. Я сейчас поставлю 18 миллионов рублей. С учетом торга. Кто действительно ее захочет купить, действительно поторгуется, предложит цену и купит. Тот, кто не хочет ее купить, ну, его отпугнет или не отпугнет, не имеет разницы. В любом случае, посмотрим. Или все-таки 17 поставить? Давайте 17 500. Ладно, вот так вот, золотая середина. Вот так, все, погнали. Оу, воу, вы посмотрите, одни эксклюзивы. Да, блядь, ему цена нахуй 10, кого ты, блядь, мне тут стираешь. Если вам не устраивает цена, вы не покупайте. За 10 я никогда в жизни ее не продам. 10 и 5. Я беру только там. Я понимаю, что вы как перекупы покупаете за такую цену, что, ну, там, может быть, полляма, да, наварить. И то, что она не ликвид, ну, да, это же редкие тачка коллекционная. И поэтому, кто хочет, я тут купит. Какой край? Ну, от 17,5 торг. Там индивидуально. Мне скачи просто свой край. Ну, 16, допустим, готов отдать. Давай 8кк, митро, что за бред? Это просто тачка такая, что никто цен не знает. И люди не рискуют брать тачки, которых не бывает на пыль. Я знаю, почему эти тачки брали 3 раза, мои знакомые, в разное время. Да, дай по тесту. Давай 12. Сколько ездим вообще? Честно сказать, не помню. Ну, больше 200. А сколько там? Я не помню. Не знаю, ну, такая тачка прикольная. Вот, интересно. Я когда на машинах езжал, вообще уже не смотрю на эти разгоны туда-сюда. Этот митро-клиф говорит, что эти машины стоят 9-10. И если это правда, то я сегодня особо не окуплюсь, потому что у меня была ставка на этот автомобиль. А получается, продавец мне еще по нормальной цене продал. Но я не знаю, посмотрим. В любом случае, мы будем в плюсе, но в каком плюсе, это уже другой вопрос. Ну, она какая-то бодра едет, все прям нравится. Она полный сток, да? Да, да, полный сток. Аман предлагает 12. Друзья, продавать за 12 или нет? С одной стороны, если действительно эта машина стоит 10 миллионов, то это очень хорошая цена. Если это не так, то, ну, собственно, я теряю впущенную прибыль. И я вот сижу, думаю, что делать? Я просто оценитель таких. Мне нравится тачка, но как бы не ликвид. Ну, вот как я скинул стоимость от 16 до 12 миллионов и 5? Понимаете? Ну, это тоже как бы неправильно с другой стороны. Да, дороговато чутка. Давай 12. Блин, блин. Да тут перекупа 1, а вряд ли ценитель есть. Может, 12,5 хотя бы. Опа, опа. Все-таки мы его добили. И за 12,5 я ему продам. Ладно, ты не перекупа ценитель, я дам тебе за 12,5. Ха-ха, так и бы купил. Кидаем. Все, Аман прокупил за 12,5 миллионов рублей. Напишите в комментах, это хорошая цена или нет, потому что я в замешательстве. Ты мне... Я вот не знаю. Все, Аман, катайся на здоровье. Я думаю, ты получишь массу эмоций от этого автомобиля. Друзья, вот и подошел очередной перекуп к концу. Мы заработали хорошие деньги. Я ожидал, что заработаю. Я даже ничего не ожидал. Ладно, буду честен. Мне, в принципе, моя прибыль очень хорошо устроила. Я понимаю, что до Бугатти осталось не так уж и много, поэтому, чуваки, следите за каналом, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Прожмите лайк, как только набирается 7 тысяч лайков, выходит следующая серия. Друзья, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Стэн Лютер. Пока.